В 1912 году Джон Припант Морган, известный меценат и миллиардер, собирался в приятнейшее путешествие. Он уже заказал каюту первого класса на пароходе. Настроение у него было отличное. И тут неожиданно появился старый друг Моргана. Он настаивал, угрожал и даже умолял недоумевающего мецената отказаться от морского путешествия. Тот, подумав некоторое время, махнул рукой и сдал билет на пароход. Человека, испортившего отпуск миллиардера, звали Никола Тесла. Американцы дали ему кличку «Громовержец из Колорадо». А пароход, отчаявший без Джона Припанта Моргана, назывался «Титаник». Что же такое интуиция? Никто так и не ответил на этот вопрос. И вместе с тем, этим понятием люди пользуются на протяжении столетий. Интуитивные предсказания. Интуиция принятия решений. Интуиция в оценке людей. Женская интуиция. Интуиция полководца. И самое загадочное явление – интуитивные открытия. Что мы знаем об этом, кроме того, что интуиция существует? Каждый из нас может рассказать массу случаев, как его знакомый, родственник или знакомый знакомых предчувствовал какую-то катастрофу и тем самым спас себе жизнь. В процентном отношении количество сданных билетов на катастрофические рейсы завышено. Неправданно завышено. И гораздо выше, чем среднестатистическое количество сданных билетов. Замечено, что повышенное количество несмертельных, не опасных болезней возникает перед катастрофическими событиями у людей, связанных с этими авариями. Многие считают способность предсказания несчастья проявлением интуиции в быту. Кстати, всевозможные удачи, счастливые номера лотерейных билетов, лошадь, которая должна прийти первой и так далее, предсказываются значительно хуже и реже. Но предсказания различных событий, влияющих на жизнь одного человека, это всего лишь один, очень небольшой аспект проявления человеческой интуиции. Есть люди, которые в силах изменить мир и меняют его, совершая открытия и принося человечеству новые идеи. Надо иметь в виду, что всегда существовал и существует научный канал познания, а существует интуитивный канал познания. И этот интуитивный канал познания, он столь же важный, как и научный. Интуитивный канал открыт не только для ученых. Любой творческий процесс – это проявление интуиции. Абсолютно все великие поэты использовали интуитивный канал в творчестве. Недаром говорят о порыве вдохновения, когда человек пишет, будто под диктовку. В стихах мы находим немало откровений. Писатели-фантасты обогатили мир огромным количеством пророчеств. Братья Стругацкие предвидели открытие психотропного воздействия звука, а Иван Ефремов – алмазного месторождения в Якутии. Но самое значимое для человечества проявление интуиции – это, без сомнения, прерогатива ученых и пророков. Но известна ли человеку природа интуиции? Должен быть какой-то толчок, чтобы вдруг вот вся картина того, над чем он работает, предстала именно так, как она до тех пор не представала. Не только не ему, но никому. Даже в эпоху торжества материализма и научной картины мира существовали ученые, читающие интуицию более важным инструментом познания, чем научный опыт. В науке, наверное, нет более легендарной фигуры, чем сербский мигрант Тесла. Этот человек изобрел генератор, трансформатор, исследовал свойства переменного тока и вплотную подошел к разгадке секрета переброса энергии на большие расстояния, без проводов. Этот секрет оказался утерян. Есть версия, что большинство современных американских разработок в области энергетики основано на идеях Николы Теслы. Интуиция у него была, конечно, не рядовая. И более того, совершенно феноменальная. Иначе бы он столько идей, начиная от двигателей машин переменного тока и кончая этой идеей передачи энергии на расстоянии без проводов, он просто столько бы не генерировал идей. Тесла по отзывам современников отличался невероятной интуицией. В его жизни нередко происходили случаи, говорящие о его способности к предвидению. Однажды Тесла устроил прием для трех своих друзей, которые прямо с обеда собирались в Пелодельфию поездом. И вдруг, почувствовав сильнейшее желание задержать их, Тесла сделал это буквально силой. Не отпускал, пока они не опоздали. Этот поезд потерпел крушение. Бывшие лаборанты Тесла вспоминают, что если его установка не работала, он всегда мог найти причину, не дотрагиваясь ни до чего руками. И никогда не ошибался. Итак, чем можно объяснить подобную сверхинтуицию? Есть люди, которые контактеры в самом высшем понимании. Это именно гении, это таланты, это великие композиторы, поэты, ученые. Вот они получают эту информацию и как-то перерабатывают через свой мозг. И здесь нет ничего унизительного для человека. Потому что вселенский разум, вселенский дух, он пронизывает все. В юности Никола Тесла перенес тяжелую болезнь, последствия которой оказались неожиданными. У молодого человека начались странные приступы. Сначала он видел световые вспышки, потом его настигала сильнейшая мигрень. Болезненные спазмы в мозгу сопровождались странными и очень яркими видениями. Из воспоминаний Тесла. Сильные вспышки света покрывали картины реальных объектов и попросту заменяли мои мысли. У меня постоянно возникали новые впечатления. Так начинались мои ментальные путешествия. Каждую ночь, а иногда и днем, я, оставшись наедине с собой, отправлялся в эти путешествия, в неведомые места, города, страны. Я жил там, встречал людей, создавал знакомства и завязывал дружбу. И как бы это ни казалось невероятным, но они мне были столь же дороги, как и моя семья. И все эти иные миры были столь же интенсивны в своих проявлениях. Что самые лучшие вещи, самые лучшие формулировки у меня внезапные. Вот те, которые пришли совершенно ниоткуда, вот они очень хороши. А потом действительно все это доделывается, додумывается. Есть такой способ мыши? Ну да, есть. Я думаю, что он у многих есть. Только большую или меньшую роль играет вот эта первая фаза внезапного прихода ниоткуда. И не все люди об этом говорят. Так куда же путешествовал Тесла? Откуда он приносил свои удивительные открытия? Открытие не является продуктом логического размышления, полагал Эйнштейн, даже если окончательный результат привязан к строгой логической структуре. На самом деле великий физик относил свои выдающиеся способности к навыку, как он сам называл, туманной игры со знаками, образами и прочими элементами, как визуальными, так и мышечными. О своей теории относительности Эйнштейн говорил. Эти идеи пришли не облаченными в готовые словесные формулировки. Я вообще очень редко думаю словами. Возможно, именно это и отличает гения от просто талантливого человека. Забудьте все, что вы хотели. Представьте себе, что должно быть на выходе. Вот какое оно, это решение. Оно холодное, теплое, оно пушистое, оно ездит, оно летает, оно что-то должно делать. Несловесное, а образное мышление позволяет не только получить или открыть идею из того пространства, где все уже существует, но и донести, расшифровать ее, то есть облечь в слова, не потеряв при этом ни грамма смысла. И все это благодаря способности воспринимать образы. Самым ярким примером здесь мог бы служить Моцарт, писавший партитуры без черновиков и помарок. Вряд ли его оперы были результатом сложного мыслительного процесса. Они просто приходили непосредственно в сознание. Есть что-то, где мысли, где знания существуют, и откуда эти знания человек получает. При этом нет уверенности, что оно, это поле, существует вне человека. Может быть, оно внутри. Этого никто не знает. К идее, что существует некое поле, наделенное интеллектом и содержащее информацию о чем угодно, западные ученые уже приходили. Академик Вернадский в первой четверти 20 века ввел понятие ноосфера. Павел Флоренский, известный математик и православный философ, очень заинтересовался новой философской категорией. Он считал, что Земля обладает разумом с большой буквы. Для западной науки идея чудовищная по своей нелепости. Восточный философ не дрогнул бы от смелого утверждения отца Павла. Еще в древнеиндийской философии рассматривалась некая среда – Акаша, где непостижимым для человека образом записано не только прошлое, но и будущее. В сущности, это и есть то, что многие ученые называют сегодня энергоинформационной средой. Действительно, есть много идей, которые говорят о том, что есть тонкоматериальный мир. Но что это такое? Что такое тонкоматериальный мир? Это информационное пространство. Информация не материальна. Носители информации материальны. Любому человеку знакомо состояние подключения к энергоинформационной среде. Это когда задаешь вопрос, какое это пространство внутри себя. Прислушиваешься, и через какое-то время ответ приходит как бы ниоткуда, сам собой. Для того, чтобы это произошло, нужно какое-то особое состояние. Не слишком возбужденное, не слишком ожидать чего-то надо. Вы все время находитесь в думании в определенном направлении. Вы никуда от этого не уходите. Но в какой-то момент вы как бы спокойно напряжены. Вот если может быть такое невероятное сочетание, спокойно напряжены. И вдруг вы видите, господи, ну что ж я не понимал-то, что ж здесь не понимать. Всегда существовали замечательные ученые, не обращавшиеся к интуиции, как к основному инструменту познания. Они брали чужие идеи и доводили их до блеска. Но ученые интуитивного склада не имели никаких мысленных запретов. Они считали, что могут все, что могут себе представить, даже невозможное, с точки зрения современной им науки. Тесла бился над проблемой дистанционного управления без проводов. В его голове уже существовали механические люди, выполняющие любые команды. Принципиально новые летательные аппараты, без аэронов и плоских крыльев. Аэрофлан казался тогда ученым дикостью, а Тесла уже придумал ракету. Самолет казался ему неэффективным. Потом, когда он лабораторию в Колорадо, в высокогорный район США, перенес, у него там были искусственные молнии длиной в десятки и до ста метров. Вот такие вот разряды, которые были по существу искусственными молниями. Нам Тесла интересен прежде всего, как пример блестящего изобретателя интуитивного типа. Его современники говорят, что он по нескольку часов в день пребывал в странном состоянии, будто спал с открытыми глазами. Из его снов рождались опыты, повторить которые оказалось невозможно. Уинстон Черчилль говорил, много людей спотыкаются о великие открытия, но большинство из них просто перешагивают и идут дальше. Возможно, он прав. Мы все способны с этим полем взаимодействовать. Люди с хорошо развитой интуицией – это люди, способные подключаться к сознанию космоса или информационного пространства. Но нужно быть человеком уровня Теслы, чтобы считывать понятия, не имеющие аналогов в современном мире. Для того, чтобы получить ответ, надо уметь задать вопрос. И если человек получит информацию, скажем, о конструкции атомной бомбы, не имея представления о том, что такое вообще современная физика, то эта информация для него будет абсолютно абстрактна. И так взаимодействие возможно. Но все зависит от личного запроса человека, от задач, которые он пытается решить, и от вопросов, которые он перед собой ставит. Эйнштейн считал, что главное – правильно сформулировать вопрос. Он говорил, что если ему скажут, что через час он будет уничтожен, 55 минут времени он потратит на постановку вопроса. А найти ответ можно и за 5 минут. Возможно, что именно так построен диалог между нами и той неизвестной средой. Мы задаем вопрос и получаем адекватный ответ. А каков вопрос, таков, как известный и ответ? Может, нам стоит научиться задавать по-настоящему важные вопросы? Человек должен этот вопрос осознавать образно. Только образ помогает ему найти не просто образ, а нужный образ. То есть никакая словесная постановка задачи не срабатывает. У биологов есть понятие «эффект сотой обезьяны». На одном из островов архипелага обезьяны собирали бананы прямо на песчаном пляже. Бананы хрустели на зубах, но в другом месте они почему-то не падали. И вот одна самая умная обезьяна догадалась помыть связку бананов в воде. Через несколько недель все приматы архипелага радостно мыли бананы. Хотя связи между островами не было. Это говорит о том, что информационное пространство существует для всех. Даже для обезьян. Только на разном уровне. Я думаю, что все это объясняется именно вот этой идеей информационного пространства. Единого информационного пространства человечества. И идея о том, что все открытия, которые делались одновременно в родственных местах, были заранее подготовлены. То есть человечество было к ним готово. И это говорит о том, что человечество развивается как единая система. Информационная система. История знает немало случаев так называемых парных открытий. Закон Бойля-Мариотта, Ломоносова-Лавуазье. Немало изобретений было запатентовано в разных странах в одно и то же время. Радио Попова и Маркони. Паровоз изобретали Тревитик, Стефенссон и братья Черепановы. Когда Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности, в мире уже существовала масса работ на эту тему. В определенный момент времени идеи уже как бы носятся в воздухе. Их нужно только поймать. Но бывает, хотя и не часто, когда один человек слишком рано попал в ту самую пещеру чудес, набитую идеями, и унес оттуда нечто, к чему человечество пока не готово. А попытка насильственного внедрения, скажем, мы знаем, что был фараон Эхнатон, который попытался ввести идею единого Бога, Бога Ра. И это был фараон, это был человек, у которого было все абсолютно. Который был дан неограниченной властью, божественной властью. Попытка полностью провалилась. И фараон был просто уничтожен. Даже фараону непросто приносить в мир идеи, для которых не созрело человечество. Мы слишком мало знаем об Эхнатоне. Его единый Бог, Атон, был забыт и проклят сразу после смерти правителя. Усыпальница Эхнатона так и не найдена. Вероятно, хоронили его тайны. А его наследник, Тутанхамон, был убит в возрасте 18 лет. Египтологи иногда находят фрески с изображением первого единого Бога. Вот и все, что осталось от идеи, выхваченной у информационного пространства преждевременно. Есть и другие примеры, значительно современные, хотя и не менее загадочные. Леонардо да Винчи придумал вертолет, танк, подводную лодку и парашют. Но, увы, на много веков раньше, чем человечеству, все это понадобилось. Люди, способные так глубоко уйти в информационное пространство, неминуемо становились легендой. Биографы утверждают, что в 1906-1907 годах Тесла перенес сильнейшую депрессию. Его проект для переброса электрической энергии «Вандерклифф» был заморожен. Проволочные технологии передачи сигнала Маркони оказались намного дешевле, и деловая Америка отказалась иметь дело с расточительным тестом. Интерес к его работам стал падать, а когда он стал высказывать довольно странные, если не сказать безумные идеи, то, конечно, стали многие относиться к нему как к изобретателю, который уже витает вот в таких вот нереальных сферах. Существует устойчивая легенда, что Тунгусский взрыв – это результат опытов Теслы. Утром 30 июня 1908 года взрыв, по мощности эквивалентной 10-15 гетонам протила, начисто снес 2200 квадратных километров соснового леса возле таежной речки под каменной Тунгуски. Взрыв был слышен в радиусе 1000 километров. При этом любители астрономии не заметили никакого огненного объекта, проходящего через плотные слои атмосферы. А он должен был быть. Хорошо заметен. Считается, что такой мощности взрыв мог произвести метеорит весом порядка 1 миллиона тонн, падающий со скоростью 30-40 километров в секунду. От его экспериментов по передаче электроэнергии на большое расстояние до экспериментов по передаче взрывной энергии на расстоянии был один незначительный шажок. И никто не может быть уверенным, что он этот шаг не сделал. Как человек творческий, он безусловно очень хотел, и как человек любопытный, он наверняка сделал этот шаг. Но как человек осторожный, он не только не сообщил миру об этом своем шаге, но и, по мере силы возможности, закрыл все доступы к секрету о передаче энергии вообще. Писатель Алексей Николаевич Толстой случайно познакомился с Теслой. Вернувшись на родину, он пишет фантастический роман, чего раньше никогда не делал. Гиперболоид инженера Гарина, где образ главного гения и злодея списан с Теслой. Уже когда ему 75 лет исполнилось, он, например, давая интервью в свой день рождения, сказал, что он может сделать вот с помощью этого разряда высоковольтного лучи смерти, которые будут уничтожать вот таким направленным образом все живое. То есть, как он сказал в своем интервью, он может уничтожить лучами смерти 10 тысяч самолетов сразу или миллион солдат. Что же касается гиперболоида, интересно, что в 20-е годы было 4 сообщения об изобретении дьявольских лучей. А сейчас мы узнаем, что почти 100 лет назад сразу несколько ученых занимались попыткой перенести энергию взрыва на большие расстояния. Вероятно, благодаря усилиям Теслы идея овладела массами. Но воплотить ее в жизнь смог только он. Сам великий Стерп по свидетельству биографа никогда ничего не записывал и все держал в голове. Эйнштейн, по одной из версий, все же придумал единую теорию поля еще в 1929 году. Тогда он даже хотел опубликовать ее. Отозвал из печати в последний момент. Незадолго до смерти ученый уничтожил все свои записи на эту тему. Он решил, что человечество еще не доросло до его открытия. Возможно, в этом его убедили чудовищные последствия ядерного взрыва в Японию. Его идеи оказались утерянными для современного общества. Но они нашли свое отражение в глобальной информационной системе. И могут со временем быть оттуда востребованными. Как откровения Эхнатона о Едином Боге оказались восприняты людьми несколько столетий спустя. Вот это что-то, если вы, естественно, талантливый, одаренный человек, вы обязательно увидите, почувствуете. Это может быть, это что-то обязательно придет к вам либо в образе зверя, предмета, человека. К вам подойдет кондуктор и вдруг ни с того ни с сего скажет ответ на тот вопрос, на который вы искали месяцами. Или с полки упадет книжка и раскроется на той странице, прочитав которую вы поймете, это то, что вы искали всю жизнь. Каждый, кто хоть раз в своей жизни пытался что-то придумать, узнать, сотворить, наверняка чувствовал, что процесс творчества меняет окружающую действительность. Внезапно жизнь сама подсказывает ответы на трудные вопросы. И если долго увлеченно работать над одной и той же проблемой, нужная информация в какой-то момент прольется на искателя золотым дождем. Это говорит о том, что энергоинформационное пространство существует не только для избранных геньев, но и для каждого человека, задающего вопроса. Все зависит от задач, которые мы призваны решать. Гений отличается от любого из нас лишь тем, что у него нет внутренних ограничений. Прислушайтесь к себе, и вы поймете, что можете все, что в состоянии вместить ваше воображение. Во Вселенной еще очень много невостребованных идей. Продолжение следует...